Сегодня середина ноября, 15 число. Разрабатывая электрическую лампочку, всемирно известный изобретатель Томас Эдисон исписал 40 тысяч страниц. О бумаге в промышленных масштабах думали в этот день в Самаре. 15 ноября 1891 года городская дума разрешила местным купцам Пародееву и Лебедеву построить бумажную фабрику. Здание разместили при лесопилке купца Пародеева на берегу Волги. Картон и оберточную бумагу в ту пору производили из древесных опилок, трепья и льняной соломы. Ровно 80 лет назад, 15 ноября 1934 года, в СССР состоялась первая звуковая телепередача. Передача изображения на расстоянии была давней мечтой человечества. Два достижения – кино «Великий немой» и радио «Великий немедимка» должны были соединиться, чтобы возникло телевидение. Первая звуковая передача, а точнее эстрадный концерт, длилась 25 минут. Знаменитый артист Иван Москвин прочитал рассказ Антона Чехова «Злоумышленник». Затем выступили певица и балетная пара. 15 день ноября 1988 года стал поистине звездным. Ранним утром с космодрома Байконур успешно стартовал ракетно-космический комплекс «Энергия Буран». Орбитальный корабль сделал два витка вокруг Земли и впервые в мире совершил автоматическую посадку на аэродром. Полет с момента запуска и до приземления продолжался 205 минут. Куйбышевский завод «Прогресс» принял на себя значительную нагрузку в реализации этого космического проекта. Ему поручили изготовление центрального блока «С» второй ступени ракеты-носителя, стартового стыковочного блока и другие ответственные работы. 15 ноября 1866 года родилась Александра Яблочкина, русская советская драматическая актриса, народная артистка СССР. Легендарная женщина, легендарная судьба и карьера. Кстати, за 90-летний творческий стаж имя актрисы попало в книгу рекордов «Дива» – российский вариант книги рекордов Гиннесса. 15 ноября 1932 года в Безенчугском районе Самарской области родился человек волшебной сказки, детский писатель Владимир Бондаренко. 15 ноября 1929 года на свет появилась Раиса Поддубная, известный самарский историк, краевед, автор многочисленных книг об истории Самарского края. Владимир Русанов – русский путешественник, полярный исследователь. Павел Мочалов – один из величайших русских актеров 19 века. Михаил Якушин – известный советский футболист и хоккеист, а впоследствии тренер. Все эти знаменитости родились 15 ноября. С именинами сегодня не забудьте поздравить Константинов. В народе дата 15 ноября называлась «житницами». Так в старину говорили о помещениях для хранения зерна. Световой день заметно убавлялся, ждали приближения морозов. Почитали печной огонь, жарко растапливали печь, грелись под линию всей семьей, вечерами рассказывая друг другу занимательные истории. Девушки гадали у печного огня на свою дальнейшую судьбу. Мужчины в этот день обмолачивали снопы. Работа эта считалась весьма тяжелой и занимала порой весь день. Погоду определить помогали приметы. Туман 15 ноября обещал мягкую зиму, по крайней мере ее первый месяц. Это все, о чем мы успели вам сегодня рассказать. Хорошего всем дня!